Медицинские учреждения региона уже вовсю готовятся к очередной волне коронавируса. Число заболевших с каждым днём в Иркутской области лишь увеличивается. К введению каких ограничительных мер это может привести? И почему это станет проблемой для одной из отраслей, сегодня выясняла Анастасия Смирнова. Ей слово. Их не ждали, но они возвращаются. Коронавирусные ограничения вновь наступают жителям Прибайкалья на пятки. Ранее главный санитарный врач региона направил в адрес областных властей предложение ввести масочный режим в общественных местах. Ответа на это пока не последовало. Однако в некоторых медицинских учреждениях уже принимают меры против распространения COVID-19. Например, в Иваново-Трёнинской детской больнице. Главный врач у нас уже издал приказ о ношении масочного режима в больнице. По-прежнему у нас ограничены были посещения пациентов. Сейчас они запрещены, эти посещения пациентов и законных представителей. Только в случае крайней необходимости и то по разрешению лечащего врача. И судя по всему, это только начало. Ведь в Госдуме уже допустили возможность перевода школ и вузов на удалённый режим обучения из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Так, за прошедшие сутки только в Прибайкалье COVID-19 подтвердился 808 человек. И постепенно эта цифра становится только больше, причём и среди детей. Всё-таки подъём некий существует, определённая тенденция к повышению заболеваемости есть среди детского населения. Через буквально два дня начнётся учебный процесс. Конечно, это приведёт к тому, что начнётся активное общение детей, увеличится количество контактов как по школе, так и по внеклассным каким-то мероприятиям. И мы, конечно, в общем-то, неизбежно должны прогнозировать на сегодняшний день рост заболеваемости. А то, что это вновь может привести к дистанционному формату обучения, пугает педагогов. Напомним, накануне в вузах областной столицы проводилась дополнительная приёмная кампания, так как учебные заведения не смогли набрать необходимое число студентов. Абитуриенты избегали некоторой специальности из-за низких баллов по ЕГЭ. И примечательно, что экзамены в этом году сдавали как раз те молодые люди, которые два последних школьных года провели частично на удалённом обучении. Опыт предыдущих лет показал, что дистанционное образование неприемлемо в старших классах. Почему? Потому что в большинстве случаев ребята не подключают камеры, и учитель не видит, чем занимается ребёнок в момент урока. Ну и как раз таки дистанционное, наверное, обучение расхолаживает выпускников, и это, безусловно, влияет на качество образования. Поэтому остаётся лишь надеяться, что очередная волна коронавируса окажется не такой тяжёлой, и большинство потенциальных ограничений так и останутся на бумаге. Анастасия Смирнова, Виктор Черкашин. Новости по будням.